Светлый город входит в следующий этап. На сегодняшнем плановом совещании глава округа Муром Евгений Рычков сообщил о том, что Муром вновь получит деньги из областного бюджета на продолжение программы энергоэффективности. Двухсторонние соглашения подписаны между администрациями округа Муром и Владимирской области. Сколько новых фонарей появится в городе и какие участки осветят светодиоды, узнал наш корреспондент. Примером для других муниципалитетов наш город стал после того, как в прошлом году в Муроме местные власти заменили больше двух с половиной тысяч ламп уличного освещения. Сегодня проект главы округа Муром Евгения Рычкова «Светлый город» входит в следующий этап. Администрации удалось выбить из областного бюджета 13 миллионов рублей на продолжение программы энергоэффективности. Еще 4 миллиона будет добавлено из городской казны. Еще почти тысячи с лишним светильников установим. Список улиц, на которые придут белые ночи, пока обсуждается. Хотя жители некоторых еще не освещенных территорий уже направили главе округа предложение с конкретными адресами. Первые просьбы поступили от старожилы Якиманской слободы. Начиная с улицы Красина, обязательно. Улица Ленина, где лесхоз. Вот здесь вот в проулке очень темно надо обязательно здесь осветить, чтобы проход был виден. Мне однократно говорят, что нас присоединили к городу. Поэтому хотелось бы, чтобы такой же был светлый не только город, но и наш район. Глава на просьбы жителей отреагировал своевременно. Поэтому сегодня объявил о том, что новый этап своей программы «Светлый город» будет реализовывать именно на сельских территориях. Определяем микрорайоны. Скорее всего, это будут сельские территории наши, где мы не заменяли еще светильники. Соответственно, в ближайшее время будут разыграны конкурсные процедуры. И мы продолжим светлый город уже и в этих территориях. Центральный поселок Собачаевка, Дмитриевская и Якиманская слободы, Карачарова. Хоть в этих микрорайонах и частная застройка, но они также будут освещены светодиодами, заявил глава. В этих микрорайонах будем освещать и заменять светильники, ставить новые. Продолжаем программу. От подписания соглашения до реализации второго этапа пройдет некоторое время. За этот период, по словам главы, будет оформлена необходимая документация и разыграны тендеры. Светодиодные лампы должны дополнительно осветить Муром уже до конца года. Ольга Келешина, Александр Симонов, Новости Муром.